Изменения в реализации выплат финансовой помощи 300+. В Польше состоялся следующий этап смягчения ограничений. Правительство Польши ввело новое ограничение при пересечении польской границы. Поломанные деревья и затопленные улицы – все это результат мощного урагана в Польше. Гражданина Украины избил житель Польши за его речь на родном языке. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нестерович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем! С этого учебного года выплата так называемых 300+, в рамках программы «Хороший старт» переходит к ЗУЗ. Программа дает право на одноразовую поддержку в размере 300 злотых для всех учащихся начинающих учебный год. Заявки можно будет подавать с 1 июля по 30 ноября только в электронном виде с помощью платформы электронных услуг ЗУЗ. Через портал «Эмпсобакатия» или через электронные банковские услуги банков, которые предоставляют такую возможность. Как и в случае с туристическим ваучером, для подачи заявки на вывод средств требуется индивидуальная учетная запись на веб-платформе по ЗУЗ. По данным Главного статистического управления, около 99,5% домохозяйств в Польше имеют доступ в интернет, а платформой электронных услуг ЗУЗ уже пользуются более 7 миллионов человек. Субботы, 26 июня, состоялся следующий этап смягчения ограничений. Теперь новый лимит применяется в спортзалах, фитнес-клубах, казино, торговых центрах, почтовых отделениях, библиотеках, на ярмарках, конференциях, выставках и игровых комнат. Один человек на 10 квадратных метров. Открываются дискотеки. Разрешенный лимит – 150 человек. Ограничение количества людей в кинотеатрах и театрах увеличивается с 50 до 75% мест. Все места в общественном транспорте могут быть заняты, однако пассажиры обязаны закрывать рот и нос масками. Отели могут принимать больше гостей. Также увеличится лимит гостей в ресторанах с 50 до 75% мест. Больше людей сможет участвовать в религиозных церемониях. Для церквей будет действовать ограничение 75% мест. Следить за соревнованиями на стадионе могут лишь 50% болельщиков. Важно, что все ограничения не распространяются на людей, полностью вакцинированных против COVID-19. Согласно распоряжению, опубликованном в журнале законов, с 24 июня, люди, которые приезжают в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны, то есть также из Украины, будут отправлены на 10-дневный карантин. Освобождение от самоизоляции будет возможным только через 7 дней на основании отрицательного теста. Полностью привитые люди будут освобождены от карантина, но нужно, чтобы прошло не менее двух недель с момента последней дозы. Дети в возрасте до 12 лет, путешествующие со взрослыми, которые привиты против COVID-19, не попадают на карантин. Все остальные освобождения от карантина для водителей, студентов и т.д. остаются неизменными. Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краско обосновал внесение изменений тем, что сейчас мы имеем дело с динамической ситуацией, связанной с появлением новых мутаций коронавируса, а восстановление карантина должно защитить поляков от их распространения в Польше. Польшу накрыл мощный ураган, сильный дождь привел к потоплению, а порывы ветра срывали крыши и ломали деревья. В прошлый вторник пожарные выезжали на вызовы более 2500 раз. Их работа заключалась в основном в откачке воды и удалении поваленных деревьев и веток. Пострадавших в результате непогоды не было. Во многих городах сильная буря вызвала трудности в городских коммуникациях. Затопленные пути сделали невозможным движение трамваев. Проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья. Из-за штормового фронта, проходившего над Польшей, без электроэнергии было более 23 тысяч человек. Гражданина Украины избил житель Польши за его речь на родном языке. Инцидент произошел в воскресенье, 27 июня, на пляже в районе города Познань. Как рассказал один из очевидцев случившегося, нетрезвый мужчина начал приставать к группе украинцев из-за того, что те общались на украинском языке. В результате завязалась ссора, в ходе которой житель Польши избил одного из граждан Украины до потери сознания. После избиения нападавший попытался скрыться, но другие посетители пляжа задержали его и передали сотрудникам правоохранительных органов. В местной полиции рассказали, что пострадавшему украинцу оказали медицинскую помощь. Сам он заявил, что нападавший на него агрессивный мужчина выкрикивал националистические лозунги. Нападавший находится под стражей. Ведется расследование. На этом выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий в Польше. Всего вам доброго! Увидимся через неделю! Продолжение следует...